Результаты исследований Челябинского метеорита огласили в Институте геохимии Российской Академии Наук. Общественность ожидала сенсационных результатов, но состав космического гостя схож с составом Земли. Принципиально новых элементов обнаружено не было. Удалось установить, что Челябинск стал площадкой для приземления классического хондрита. Родительским телом метеорита являлся астероид. Возраст метеорита составляет 4 миллиарда лет. Размер около 18-20 метров в диаметре. На Землю упало 1 тысяча тонн. Пока удалось собрать 3 килограмма метеоритного вещества. Специалисты призвали перестать заниматься контрабандой метеоритов. Метеориты, которые собраны любителями, они могут вернуться в их распоряжение, но они должны сдать таковы правила. Вообще говоря, 20% в метеоритную коллекцию, а дальше тогда это в их распоряжении. Применять метеоритное вещество в повседневной жизни не получится. Ученые вспомнили единственный известный способ применения, и то ненаучный. Небольшой обломок метеорита использовали для закваски капусты. У ученых другие планы на космический экспонат. Мы будем обменивать эти образцы с метеоритами из других коллекций. У нас в коллекции сейчас 1508 различных метеоритов, но не все есть, которые нам хотелось бы иметь. Чем больше у нас будет таких кусочков, мы будем, значит, обогащаться. Радиоактивной опасности метеорит не несет. Назвать космического возмутителя общественности решили лаконично. Челябинск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова